Арнольд Шварценеггер В своем новом материале о лучших культуристах прошлого я вспомню все Олимпии Арнольда и опишу те годы, когда решительность, хитрость и бескомпромиссность Шварценеггера только закалялись в борьбе с другими атлетами золотой эры. Спонсор выпуска – Генофарм. Выбор чемпионов. Гормон роста, премиум качество. Сила происходит не от побед. Силу порождает борьба. Когда вы проходите через трудности и не сдаетесь, вот тут и рождается сила. Эти слова Арнольда пронизаны его жизненным опытом первых лет в мире культуризма. Шварценеггер сходу обрел опытного и генетически одаренного соперника в лице Серджио Олива и спустя годы стал сильнее физически и морально, во многом за счет борьбы с на тот момент действующим мистером Олимпия. Серджио тренировался даже тяжелее, чем я. У него была полноценная работа на сталелитейном заводе, и после долгих смен в жаре печей он каждый раз отправлялся в тренажерный зал, где часами выкладывался изо всех сил. Олива был одним из тех парней, которых не так и легко и смотать. Каждый день, начиная свою тренировочную программу, он выполнял 10 сетов по 20 подтягиваний. Понимаете, это была не тренировка спины, просто разминка. И так каждый день. Арнольд против Серджио. Ту дуэль современники называли «столкновение непоколебимой твердыни с непреодолимой силой». Первый раунд их противостояния пришелся на 1969 год. Серджио к тому моменту был уже двукратным мистером Олимпия, Арнольд в том же году взял титул «Мистер Вселенная». Серджио был достаточно массивным, в то время как Арнольд, напротив, за год после приезда в США сбросил около 9 килограммов лишнего веса, был достаточно стройным и рельефным. Пожалуй, даже слишком легким, как для того Оливы. Серджио любил разогреваться по несколько часов до выхода на сцену и в 1969-м успел поразить Арнольда шириной своей спины еще до появления атлетов перед зрителями. Публика Нью-Йорка поддерживала Шварценеггера, он был хорош как для дебютанта, но в том году был вынужден признать свое поражение. Впрочем, разрыв между главными соперниками был невелик, трое из семи судей и вовсе видели на первом месте Арни, так что все были довольны. Арнольд осознал свой потенциал и был готов к еще одному году упорных тренировок, а Олива, спустя несколько лет абсолютного доминирования, наконец почувствовал, что обрел достойного соперника. Шварценеггер, как всегда, тщательно проанализировал прошедший сезон. Да, Олива брал потрясающими пропорциями, он был массивен в ключевых мышечных группах, в общем, полный комплект чемпиона. Но все же Арнольд был выше, природа одарила его массивными и красиво очерченными грудными руками, а отдельно взятые бицепсы и вовсе были уникальными в своем роде. Спустя год Арни значительно прибавил в массе, окреп психологически и был готов к новому раунду дуэли с Олива. В итоге в 70-м году он победил Серджио дважды. Для начала на турнире «Мистер Мир», где Олива переборщил с маслом, а потому под яркими софитами смотрелся уж слишком гладким. Уже после соревнований Арнольд отдал должное сопернику, но хитро подметил, что, будь тот на 5 кило тяжелее, победа бы точно досталась ему. Расчет Шварценеггера оказался верным. Шокированный поражением дерзкому австрийцу, Олива последние две недели перед Олимпией старался набрать максимум массы, чтобы взять свое, прежде всего, объемами. Еще и на самом турнире Серджио решил погнаться за двумя зайцами и заодно побороться за титул «Мистер Америка», тем самым лишив других участников турнира каких-либо надежд на борьбу со трофеем. Ситуация грозила бойкотом и срывом соревнований, так что в итоге Оливу уговорили довольствоваться почетным титулом и сосредоточиться на Олимпии. На том и сошлись, но осадок после неприятного инцидента с Серджио все же остался. В итоге все факторы были против действующего чемпиона. Он был недостаточно рельефным из-за форсированного набора массы, накалил ситуацию вокруг самого турнира, плюс еще и проиграл Арнольду в психологической схватке на самой сцене. Эту историю слышал чуть ли не каждый. После нескольких минут очередного изнурительного раунда позирования, Арнольд предложил Серджио вместе уйти за кулисы. Тот согласился и уже спустился со сцены, как вдруг Шварценеггер сделал вид, что, мол, удивлен капитуляцией соперника, и закрепил эффект своего хитрого поступка несколькими особенно удачными позами. Это была уже вторая победа Арнольда над Оливой и его первый титул «Мистер Олимпия». Арнольд доминировал по форме, в плане психологии и был готов творить историю. Украшением следующей Олимпии 71-го года обещал стать реванш Оливы, который тоже был не лыком шит в плане эмоционального воздействия на соперников. На той подготовке он был как никогда массивным и объемным, и летом отправил письмо Арнольду. Уже после Майк Ац, тренировочный партнер Шварценеггера, вспоминал, как изменилось лицо Арнии, когда тот открыл конверт. Он сказал, вот же сукин сын, этого не может быть на самом деле, это фотомонтаж. Оказалось, что Олива прислал сопернику свой снимок, на котором руки Серджио смотрелись чуть ли не больше головы, и оставил подпись. Увидимся на Олимпии. И все бы здорово. Арнольд и Серджио должны были встретиться еще и на турнире Мистер Вселенная, но согласно новым правилам того года, атлетам запрещалось выступать в обеих федерациях НАБА и АФББ. Олива решил сделать ставку на Мистер Вселенная при НАБА, но уступил Биллу Перлу, плюс еще и получил запрет на участие в Олимпии. Такая же судьба постигла Франко Коломбо и Роя Календера, а Арнольд, пусть и раздосадованный пропуском Мистер Вселенная, продемонстрировал прогресс по форме и, будучи единственным участником Олимпии в Париже, автоматически взял уже второй титул. А вот в 1972 году дуэль лидеров тех времен состоялась и до сих пор считается одной из самых спорных в истории. Та Олимпия проходила в Германии, в стране Арнольда, как после отмечал Зейн, и компанию лидером составили сам Фрэнк, Серж Нюбре и Франко Коломбо. Отмечу, что в том году Олива, как всегда невероятно массивный, посвятил всего себя созданию идеальной формы и готовился исправить огрехи с рельефом, в то время как Шварценеггер на гостевом позировании незадолго до главного турнира показал отнюдь не лучшие кондиции. Но Арнольд в очередной раз взял находчивостью. Он помог организаторам Олимпии найти сцену для проведения турнира, но при этом подбирал ее специально, чтобы на фоне задника смотреться эффектнее Оливы. Это было важно, чтобы произвести эффект не только на судей, но и на местную публику, которая, конечно, поддерживала Арнольда. Но даже эти хитрости не отменяли шикарную форму Сержио на том турнире, который невероятно смотрелся в своей фирменной позе мифа. После первых раундов турнира Олива явно перехватил внимание публики и заявил о себе как о фаворите. Арнольд, разумеется, тоже не сдавался. Его козыри были по-прежнему при нем, плюс Арни брал поведением на сцене, в честности, особенно удачными позами в развороте на три четверти. И все же Олива был очень хорош, овации публики это только подтверждали, и к моменту награждения Сержио был уверен, что вернет себе титул. Стоит ли говорить, насколько он был раздосадован, когда ему досталось второе место после Арнольда? Очевидно, разрыв был минимальным, но главное, за счет чего он образовался. В те годы при подсчете голосов еще не отбрасывались самая высокая и низкая оценки, и Оливу, который, очевидно, был как минимум в топ-2, тот же судья из Польши в своем протоколе поставил аж четвертым. В итоге Арнольд получил больше голосов за первое место. 11 баллов против 15, и Шварцингер праздновал уже третью подряд победу на Олимпии. Говорят, что даже удачные снимки тех времен не передают, насколько был хорош Олива в том самом 72-м. Но 45 лет спустя в наших силах только констатировать. При невероятно упорной борьбе Арнольд продолжил свою победную серию. Последующие три Олимпии прошли в рамках борьбы Арнольда Шварцнеггера, Сержем Нюбре и Луфериньо в категории тяжеловесов, и Франко Коломбо в абсолютной категории. В те годы Арнольд при содействии IFBB всячески содействовал популяризации бодибилдинга, ну и, разумеется, себя самого. Программа включала в себя различные семинары, в том числе и в тюрьмах, лекции, встречи с поклонниками бодибилдинга и, напротив, далекими от него людьми, публичные позирования, ну и, конечно, съемки фильма «Качая железо», который впоследствии вдохновил миллионы людей на тренировке с дополнительными весами и попадал в различные рейтинги лучших документальных драм в истории. А сам Арнольд, наряду с другими атлетами, делился методами тренинга, личными и просто забавными моментами. Большой Луи Еще три уверенных победы подряд, Шварценеггер становится уже шестикратным мистером Олимпия и внезапно объявляет о завершении карьеры. При этом оговорился, что прекращает соревноваться, но бодибилдинг навсегда останется значительной частью его жизни. И, как мы понимаем, уже десятилетия спустя он тогда не соврал. На тот момент Арнольд сместил приоритеты, в том числе, в сторону кино и в своих интервью подтверждал, что получил ряд предложений от продюсеров еще до «Качая железо». Но кинокарьера Шварценеггера – это, в принципе, отдельная история. Сегодня мы говорим именно об Олимпиях австрийского дуба, а потому перенесемся в Австралию в 1980-й. Если вкратце, ибо эта история была уже не раз пересказана, на той Олимпии Арнольда, в принципе, не должно было быть. К тому моменту он был уже, скорее, знаменитостью, чем культуристом. Съемки в фильмах и телешоу, написание книг, развитие бизнеса в сфере недвижимости – о соревнованиях тогда и речи не было. Но та Олимпия 1980-го оказалась щедрой на сюрпризы. Лидер прошлых лет Фрэнк Зейн получил травму и, следуя совету Шварценеггера, все же выступил в пусть и не пиковой форме. Его готовился сместить фаворит того соревновательного сезона Крис Диккерсон, заявлял о своих амбициях и серебряный призер Олимпии 1979-го Майк Мэнсер. И тут на встрече участников в Сиднее появляется Арнольд. Тот самый Арнольд, который усиленно тренировался всего 8 недель, держал подготовку в секрете и объяснял форсирование формы желанием поднабрать к съемкам, который в Австралию-то поехал только якобы в качестве комментатора турнира, тот самый Арнольд заявился на Олимпию в последнюю минуту и начал свои фирменные психологические атаки на противников, в особенности на Майка Мэнсера, который в итоге все же утратил самообладание. Пришло время соревнований и Арнольд вновь продолжил играть по своим правилам. Да, очевидцы утверждали, что тогда шестикратный победитель выставил максимум 70% от своей лучшей формы прошлых лет. Руки и грудь были на уровне, но отставали ноги и стало шире талия. Но, где недоставало эффекта мышц, Шварценеггер брал харизмой. Игнорировал некоторые команды ведущего, демонстрировал самые выгодные для себя позы, работал прежде всего на публику, а во время сравнений старался делать шаг вперед относительно соперника. Интересно, что за свободное позирование Арнольд получил не максимум баллов, уступив тому же Диккерсону и Зейну, но после трех раундов все же лидировал по судейским протоколам. И, наконец, после итоговых сравнений шести лучших атлетов победителем оказался именно Шварценеггер. Мэнсер был взбешен, Диккерсон поверить не мог во второе место, из зрительного зала доносился свист, параллельно шли разговоры о том, как много друзей Арнольда было среди судей, Билл Пёрл и Самир Бану подтверждали, что триумфатор скорее заслуживал пятого места, но это все детали, по мнению многих, одного из самых спорных турниров в истории бодибилдинга. На деле же, как по мне, лучше всех ситуацию описал Джордж Батлер, режиссер фильма «Качая железо». Арнольда отличает качество, которое позволяет ему держаться особняком от других участников. Даже когда он не в лучшей форме, он все равно лучший. Именно этой фразой я и хотел бы закончить свой очередной обзор об Олимпиях легенд культуризма. Со времен последнего турнира Шварценеггера прошло уже почти 37 лет, но именно с именем Арнольда многие ассоциируют понятие классики бодибилдинга, лучших проявлений эстетики и красоты мышц, и именно Арнольда называют легендой и номером один. Со своей стороны, прошу вас также поделиться своим мнением в комментариях, а кроме того, напоминаю о других эпизодах, которые вы также можете посмотреть в отдельном плейлисте на моем канале. Материал для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на Чиоби-ченел. Впереди много новых материалов о силовых видах спорта и не только. Субтитры подогнал «Симон»!